Школьники присоединились ко всероссийской акции по сбору батареек в начале учебного года. На конкурс поступили порядка 200 работ. Кто-то делал плакаты, некоторые – контейнеры для сбора элементов питания. Я собирала батарейки и нарисовала плакат. Я в этом рисунке хотела показать, что батарейки собирать – это хорошо. Потому что, когда перерабатывают батарейки, батарейки вредят многое вреда природе. Отдельные творческие работы – плод коллективного труда. Школьники также снимали тематические видеоролики. Семь человек у нас было, пять человек – десятый класс, двое из восьмого класса. Классные руководители наши скоперировались, и мы решили поучаствовать в этой акции. Эта акция достаточно важна, так как батарейки загрязняют планету, и нужно спасать, бороться с этой экологической проблемой. Думаю, многие люди должны отзываться. Победители конкурса в различных номинациях получили ценные призы и дипломы. Всего за время второго этапа акции, который проходил в районах, поселках и деревнях региона, школьники и их родители собрали почти тонну отработанных элементов питания. Это не только воспитание экологической культуры, это воспитание активной жизненной позиции по данным проблемам. И это, ну, своего рода даже агитационная работа, потому что, когда дети говорят о том, что к акции подключились не только их родственники, но и все знакомые, ну, это же здорово. Все собранное отправится на переработку на специализированное предприятие. Мы направляем на завод, который расположен в Челябинске. Это единственный завод у Российской Федерации, который перерабатывает, который имеет полный цикл переработки, когда батарейки раскладываются по элементам и обратно возвращаются уже редкоземельными металлами, металлом, обратно в производство батареек. Акция продолжится и в следующем учебном году. А сдать батарейки можно в любое время в крупных сетевых магазинах областного центра. Артемий Маркилов, Анатолий Щекрыгин. События. Брянск.